Как и многие экономисты, мы задаемся вопросом, что произошло с российской экономикой в 2018 году, откуда взялись цифры роста 2,3%? По нашему мнению, это связано с особенностями статистического учета и обработки статистической информации. В 2018 году был завершен ряд крупных инвестиционных проектов, в частности, Ямал-СПГ. По нашей оценке, непропорционально большой объем строительных работ, выполненных по этим проектам, был записан на 2018 год. Почему это произошло? Это связано с тем, как отчитывались строительные компании-подрядчики перед Росстатом. Фактически же, большой объем работ по этим проектам происходил в 2017-2016 годах. Поэтому в процессе последующего уточнения и обработки статистической информации, вероятно, Росстат повысит оценку роста строительства в 2016-2017 годах и понизит соответствующую оценку на 2018 год. То же самое произойдет и с оценкой роста ВВП. Добавлю, наши выводы согласуются с другими показателями экономической активности в стране. Так, объем производства строительных материалов и их перевозки по железной дороге в 2018 году не вырос. Кроме того, опросы предприятий показывают, что экономическая активность в России быстрее росла в 2017, а не в 2018 годах. Статистические органы в мире и в России неоднократно уточняют данные о Росстат ВВП. Так, в России предстоит еще четыре уточнения в течение ближайших нескольких лет. Эти уточнения происходят по мере сбора дополнительной статистической информации и ее обработки органами статистики. Причем эти уточнения могут происходить как в сторону повышения, так и в сторону понижения темпов роста экономики. С учетом этой неопределенности мы оцениваем диапазон роста ВВП в 2018 году от 1,7 до 2,3 процента. Мы сравнили экономические результаты 2018 года с нашими ожиданиями, а должен сказать, что расхождения оказались небольшими. Экономический рост и инфляция в 2018 году оказались выше, чем мы предполагали. Существенную роль в этом сыграл значительный рост цен на нефть, а также ослабление рубля, которое произошло под влиянием ситуации на мировых финансовых рынках и геополитике. В результате, Банку России пришлось отложить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в прошлом году. Более того, нам пришлось даже дважды повысить ключевую ставку и принять ряд других мер для нормализации ситуации на финансовых рынках. И это дало свои плоды.